И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус и сегодня я расскажу вам пару интересных секретов и пасхалок, что находится в казалось бы прямолинейной, но интересной своей таинственным сюжетом игре Dark Season. Обязательно поставьте лайк и не забывайте оставлять свои комментарии. Поехали! Итак, сегодня я расскажу вам про секреты и пасхалки, спрятанные в пугающей игре Dark Season. Сама игра представляет из себя некий ремейк всеми знакомой старенькой игрушки, в которой нашей целью было стрелять по вылетающим отовсюду уткам. И маскотом данного проекта является песик, который вылезал из травы во время игрового процесса. Кажется, что... А что там такого интересного? Игра прячет в себе много интересных секретов, которые рассказывают о сюжете игры. И этот сюжет объяснили еще два года назад, а также на данный момент огромное количество ютуберов повторяют теорию про то, что пес это отец главного героя. Не стараясь повторять то, что вы наверняка слышали много раз, я решил собрать в этом видеоролике пасхалки и секреты Dark Season. А если вам понравится этот ролик, то обязательно поставьте лайк и можете предложить тему для одного из следующих видео в комментариях. Если тема и вправду будет интересной, то я обязательно выпущу по этой игре еще один ролик. Ладно, приступаем. Первая пасхалка является отсылкой на Казу Кида. Наверняка многие из вас знают, кто это такой. Находясь в игре определенное количество времени, вы можете увидеть на телевизоре ремикс рекламы Юон Казу в стиле Трап Ремикса. Простенькая, но ностальгическая пасхалочка. Следующая пасхалка, а точнее секрет, связан с книгой Кит Визард. Поверьте, данная книга практически связана со всеми пасхалками, так как она и открывает к ним доступ. Взяв эту книгу, вы должны соединить ее с фигуркой Железного Волка. После данного действия с игроком произойдет что-то странное, но самое интересное заключается в том, что сбоку от вас откроется дверь, где будет спрятана следующая надпись. Берегись обезьян и кошек-обманщиков. Большие опасности ждут вас за пределами этого мира. Я свяжусь с вами снова в следующей игре. Следите за моей меткой. И ниже сообщения мы видим круг, внутри которого находится крест и две линии. Как уже понятно, это является намеком на возможную новую хоррор-игру VR от Streets Level Zero. Для следующей пасхалки вам снова потребуется книга Кит Визард. Бросайте ее на кошачьи часы, после чего вас переместит в комнату с огромным количеством котов, каждый из которых направлен взглядом на вас. Некоторые часы мы можем настраивать, и если мы правильно повернем стрелки, то глаза у кошки открываются. Но среди всех этих часов есть одна фигура кошки, у которой стрелки сломаны. И когда мы настроим все стрелки на всех часах, фигура кошки откроет нам свои пугающие человеческие глаза, а также покажет надпись. Освети свой путь к 11, Кит Визард. А также ниже нам будет предоставлена еще одна надпись. Запомним минутные буквы. 1, 2, 3, A, B, C. Вы спросите, к чему же все эти надписи? А это уже связано с одним из следующих секретов. Для одной из самых интересных секретов в данной игре, вам нужно объединить книгу Кит Визард с фонариком, после чего вас перебрасывают на детскую площадку во дворе. Оказываясь на горке, вы можете осмотреть местность и обнаружить, что рядом с вами находится странная спиритическая бумага с буквами. И знаете, на что форменно похоже расположение букв? Правильно, на часы. И если вы знаете правильную комбинацию чисел, то вы поймете, что должны с помощью этой бумаги получить словосочетание «Плохой отец, плохой сын». После этого нас перемещает в странную комнату с дверью для выхода, парочкой предметов и надписью. С проклятым криптидом наконец-то разобрались, не бойся его больше. Поздравляем, Кит Визард, вы избраны. Сейчас идите и отдохните, вы сделали это до самого конца игры. Кажется, этот секрет является самым последним секретом, который должен быть найден в игре. Ну, как бы, да, но вообще нет. Для активации следующей пасхалки вам потребуется бросить книгу Кит Визард в компьютер, после чего вас переместит в белую комнату с телевизором, комиксами, кассетами, трофеями, рядами видеоигр и кучей других предметов. В данной локации собака будет в более кровавом костюме и с боевой стойкой, а также там будет находиться кнопка пропуска по рядам. Данный секрет рассматривается как та область разработки, в которой студия и создавала модели, работая над ними. Ну, а на этом данный ролик подходит к концу. Знаю, что я рассказал не обо всех секретах, что спрятаны в игре Dark Season, однако, я обязательно расскажу про них в одном из будущих видео. И если вы хотите поскорее узнать более пугающие и интересные секреты этой игры, то влепите лайк на это видео. А также не забывайте оставлять комментарии и смотреть описание с ссылками на соцсети и плейлисты с теориями по различным таинственным хоррор играм. Обязательно загляните и помните, что у микрофона был Максимус. Всем хорошего настроения и приятного вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok